Бизнесвумен Бизнесвумен В этом году конкурс проходил при особых условиях. Массовые мероприятия и церемонии пока запрещены. Организаторам пришлось осваивать новые форматы. У нас два этапа было онлайн. Участницы высылали задания, было пять вопросов и краткое эссе о своем бизнесе и также видеовизитка. После этого членам жюри отправляли на ознакомиться и они выставляли свой бал. Слава Богу, что нам позволили провести финал в очно и встретиться со всеми, посмотреть, поздравить друг друга и пожелать успехов в следующем новом году. Сеть салонов красоты и магазинов, частная клиника, ателье, психологическая поддержка с женщинами и другие виды деятельности. Девушки рассказали, как организовать и вести свое дело, поведали о подводных камнях и планах на будущее, ответили на вопросы о бизнесе и по истории родного края. Всех участниц объединяет одно – за то, чем занимаются, они болеют всей душой. Это центр дневного пребывания, где может пожилой человек провести целый день под присмотром, гуляя, занимаясь разными активностями, лечебной физкультурой, мастер-классами, участвую в литературных вечерах, то есть с пользой для себя, насладиться днем. И задача нашего центра – сделать жизнь пожилых людей ярче. Этому центру для пожилых всего год. Опыт Екатерина переняла из Европы и США. Сама ездила знакомиться с такими организациями. Пандемия внесла значительные коррективы, но от своей идеи не отступилась. Не сдалась, выстояла и в конкурсе победила. Год тяжелый был, и нам хочется, так сказать, поддержать ваш бизнес, то, что вы делаете, и те горящие глаза, которые были в прошлом году, когда я только приезжал, когда вы делали ремонт, чтобы они не потухли и горели еще сильнее. Теперь Екатерина представит Одинцовский округ на областном этапе. Такой, отчасти, социальный бизнес-проект по праву заслуживает внимания, считает жюри. Прорыв года, леди-креатив, предпринимательский талант и другие номинации. Награду достоились все участницы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.